Казань 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 памятников истории и культуры предполагает организацию в его центральной части комфортных туристических маршрутов с развитием всех необходимых компонентов инфраструктуры. В историческом центре города будут проведены комплексные мероприятия по благоустройству и реставрации зданий, усадебной застройки по улицам Ленина и Карла Маркса. Вновь возводимые здания в этой части города будут построены в стиле существующей исторически сложившейся застройки. Туристические маршруты, проходящие по этим улицам, помимо существующих историко-культурных памятников, таких как дом купца Мельникова, литературный музей Бориса Пастернака, здание ночлежного дома, также предполагают предусмотреть здесь объекты развлекательного и рекреационного назначения, таких как культурный центр Чистополь и парк аттракционов. Туристической изюминкой станет организация уникальных конных прогулок по пешеходной части улицы Ленина, которые позволят ненадолго погрузиться в историю. Для организации водно-оздоровительного отдыха предлагается использовать остров, расширив его территорию. Здесь разместятся городской пляж, аквапарк, клубы, кафе, рестораны, дома отдыха, санаторий, гостиницы и другие объекты рекреационного отдыха. Генеральный план развития города охватывает основные направления его социально-экономического развития. Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции город Чистополь включен в программу моногородов. Основным проектом диверсификации экономики станет индустриальный парк Чистополь. Его основной деятельностью станет производство продукции точного приборостроения для нужд жилищно-коммунального комплекса и производства одежды для взрослых и детей. Грандиозный, остро необходимый муниципальному району проект, создаваемый на площади более 200 гектаров, будет реализован на условиях государственно-частного партнерства. Результатом вложений, а это более 14 миллиардов рублей, должно стать снижение доли градообразующего предприятия до 21%, создание 6 тысяч новых рабочих мест, что в целом несомненно повысит инвестиционную составляющую экономики муниципального образования и позволит увеличить доходную часть местного и республиканского бюджетов. Вместе с созданием индустриального парка Чистополь для работающих в нем специалистов будет начато строительство нового жилого микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Надо заметить, что Чистополь в последнее время стал уверенно осуществлять новую жилищную политику. Доказательством этому явились новые благоустроенные квартиры для ветеранов Великой Отечественной войны, молодых, многодетных и малообеспеченных семей. Реализация подобных федеральных, республиканских и муниципальных программ позволила не только улучшить жилищные условия разным категориям населения, но и определила достаточно перспективное направление деятельности для строительного бизнеса. Формирование здоровой нации является одним из основных приоритетов государственной политики, поэтому развитие сети спортивных учреждений имеет значение как одна из форм социальной политики для привлечения молодежи. В Чистополе ведется реконструкция, проектирование и строительство таких объектов, как стадион, ледовый дворец, лодочная станция. Также на сегодняшний день завершен и ожидает своей реализации проект такого необходимого городу спортивного объекта, как бассейн.